Как получить экологически чистую и в то же время дешевую энергию? Этим вопросом озадачились учащиеся Назарбаев интеллектуальных школ. Свои задумки они представили на фестивале научных проектов. Толгат Аман Гельдин с подробностями. Баян с адвокасовой Шимкента учится в Назарбаев интеллектуальной школе химико-биологического профиля. Конкурсу она готовилась больше года и придумала способ, как получить энергию во время детских игр. Я надеюсь, что мой проект найдет свое начало и воплотится в жизнь. Я хочу продемонстрировать свою работу в других Назарбаев интеллектуальных школах. Теперь изобретение школьницы вполне может найти применение в жизни. Представители Астана-Экспо уже думают, как наилучшим образом поддержать проект. Это может стать хорошим показателем для детей, для нашего поколения, которые видят, что даже эту энергию и то нужно сохранять и на благо запускать. Поэтому у наших детей очень много энергии. Поэтому я бы с точки зрения продвижения Экспо, с точки зрения значимости Экспо обратил бы внимание на эту работу. Всего в конкурсе были представлены проекты из 16 регионов страны. Дети порой предлагали оригинальные идеи. Например, как получить электроэнергию от мокрого газона или донных отложений в озере. На выставке будут тематики, посвященные определенные павильоны, детским работам. Это уже практика существует. Поэтому ряд работ, они очень интересные. Мы с ним обсуждали, они, возможно, будут сопровождать. И на выставке, возможно, примут участие. Разумеется, без призов никто не останется. Но самое главное вознаграждение для юных ученых – это поддержка взрослых. Многие из этих идей можно и нужно применять. В повседневной жизни говорят они. Талхата Мангель, Нбери Кахтан, Астана.